Всем привет! Сегодня мы будем готовить американские хашбраун с беконом и украинские классические драники со сметанкой. Мне эти оба блюда, конечно же, очень-очень нравятся. Они хоть из практически одних и тех же продуктов, но по вкусу и по текстуре очень разные вещи. Поэтому мы попробуем сделать оба блюда по самым классическим, самым таким простым рецептам и будем пробовать. Американские хашбраун. Весь процесс у нас будет состоять в том, что в подготовке картошки мы вымываем как можно больше крахмала. Вот у меня на одну порцию очищены три средние картошки и теперь я буду их натирать прямо в воду. То есть, все, что не делается с картошкой, все на крупной терке натирается. Весь процесс, это нам вымыть весь крахмал. Натираю три картошки вот так вот прямо в миску с водой на крупной терке. Дальше покажу. Вот, я натерла три картошки. Теперь это все как бы... Теперь должно промыться в этой воде. Вот, вот вода такая получается мутно-белая. Это уже наша первая стадия вымывания крахмала происходит. Вот так сполоснула в этой. Теперь перемещаю все в дуршляк. И промываю еще под краном, под холодной водой, до той степени, пока вода не будет полностью прозрачная выделяться. То есть, моем, моем, моем. Вот, я промыла до той степени, когда вода полностью прозрачная. Теперь я это все так немного отжимаю, прижимаю. Вот, я считаю, я промыла картошку. Теперь на полотенце кухонное высыпаю эту картошку. На любое чистое полотенце, какое бы оно там ни было, высыпаю картошку, распределяю ее вот так в один слой или потоньше слой. Накрываю полотенцем и отжимаю как бы всю воду. Или сколько возможно, но опять же картошку как бы в пюре не стоит превращать. Вот, я вот так вот отжала. А теперь я ее вот так вот порыхлю и оставлю еще немного подсушиться на воздухе. А пока картошка вот эта подсыхает, я приготовлю картошку на драники. На классические драники все наоборот. Картошка воды не должна касаться, как бы, и еще нам почищенный лук нужен. Весь процесс в том, как мы сохраним как можно больше крахмала, так чтобы драники держались. На мелкой терке натираю 3 картошки и 1 лук. Никакого воды, никакого промывания, как в американских хашбраунс. Просто трем все на терку, как есть, на мелкую. Вот, я натерла картошку на мелкой терке. Немного водичка начала выделяться, но это пока я все оставляю. И так же на мелкой терке я натираю лук. Точно так же. Вот, натерла я еще и лук. Теперь, классические драники, в принципе, это уже и все, что нам надо. Ну и плюс добавить немного соли по вкусу. Хорошенько все перемешать. Так вот, лук вмешала, все вмешала. А после этого перемешивания, перекладываю все через сечечку, так, чтобы жидкость немного стекла и драники не расползались. Вот так я выложу и дам ему немного стечься. А тем временем пойду начну разогревать сковородку и пожарим как и драники, так и хашбраунс. Окей, на сковородке я разогреваю 2 столовых ложки подсолнечного масла. Как бы для жарки здесь надо, в самом тесте этих хашбраунс ничего нету, поэтому нам нужен жир. Сюда же добавляю такой щедрый кусочек масла. И вот как это все растопится, будем выкладывать наш хашбраунс. Вот пока масло у меня топится, я принесла картошку. Вот так вот она без соли, без замешивания, без ничего. Выкладывается вот таким вот хорошим слоем на сковородку. Как бы хашбраунс готовится на размер сковородки, какая у вас есть. У меня сегодня такая. И вот я выкладываю где-то вот такой вот пушистый слой картошки. Вот там у меня 3 средних картошки уходят на 1 хашбраунс. Вот я его так разложила, совсем немного примяла. И это все жарится на среднем огне под крышкой на одной стороне 5 минут. Не переворачивая, ничего не делая, не открывая, не поднимая крышку. Вот так выложили на среднем огне, под крышкой жарится ровно 5 минут. Прошло какое-то время, 5 минут, у меня где-то 6 прошло. Теперь с этой стороны мы подсаливаем по вкусу. Ну, смотря сколько картошки, как вы это все любите. Подсаливаем, еще немного добавлю. Перчим и будем переворачивать. Если он немного распадется, пока будем переворачивать, ничего страшного, как бы, оно с другой стороны соберется. И теперь вот это все будет пожариваться с этой стороны еще пару минут. Вот, так вот, отректирую немного. Вот он с этой стороны получился вот такой вот золотистый. Как я соберу это там все туда. И уже без крышки, 2-3 минуты, картошка уже как бы готова, теперь он должен поджолотиться с той стороны. вот так вот пару минут жарится вот hash brown у нас готов будем снимать и будем приступать к жарке драников я разогреваю масло для драников сейчас вот у меня получилось вот такое вот тесто вода у меня стекла вот там вот все вот столько воды выделилось много вот на разогретое масло набираю вот так вот ложечкой и выкладываю дрань и и обжариваю до полной готовности вот с трех картошек у меня получился один hash brown или 4 драника вот обжариваем до полной готовности вот и драники тоже готовы я это все достану пойду достану сметанку для драников и бекон для будем пробовать и сравнивать